Когда колебался курс мировых валют, когда в мире воевали за нефть, когда разорялись банки и корпорации, золото сохраняло свою ценность. Непрерывный рост цен на драгоценный металл начался в 2000 году и достиг ападеи в сентябре 2011. Сегодня золото – один из самых стабильных активов планеты. Боясь новой волны кризиса в США и Европе, побуждает инвесторов и богатых людей сохранять все свои активы в золоте. Огромные корпорации страны скупают золото тоннами, вывозят слитки в секретные хранилища и скрывают правду об объемах. Почему золото? Почему непрерывно растут цены на него? Почему этот желтый металл так притягивает к себе? Давайте вернемся в историю и проследим эту нехитрую цепочку. Золото издавна использовалось народами в качестве денег. Вплоть до Первой мировой войны мировые валюты были основаны на золотом стандарте. Бумажные купюры в то время выполняли роль удостоверений о наличии золота. Они свободно обменивались на золото и являлись непоколебимым символом стабильности. Что же случилось и почему валюта стала простой бумажкой, не подкрепленной ценным металлом и уверенностью жителей планеты в завтрашнем дне? Причин может быть много, но факт остается фактом. Доверие людей к валюте подрывалось не раз. И не раз бесконтрольный выпуск денег приводил к тому, что пузырь начинал трещать по швам. Мировые валюты скачут на бирже, как каучуковый мячик. Ну а дальновидные владельцы пустых бумажек скорее стараются приобрести более стабильный актив и обеспечить себе надежное будущее за счет инвестиционного золота. Вернемся в 2000-е, чтобы проследить закономерность роста за последние 10 лет. Золото является ресурсом, ценность которого не подвергалась инфляции в течение 10 лет. Если же мы будем измерять ценность валют в золоте в 2000-е годы, то увидим серьезную девальвацию. Девальвация диктуется политикой и экономикой страны. Это снижение реального валютного курса. Избегая девальвации, развивающиеся страны стали усиленно накапливать золотые запасы. Китай наращивает запасы золота, чтобы создать гарантийное обеспечение для юаня как будущей мировой резервной валюты. Есть риск распада Европейского Союза. Есть риск, что из ЕС выйдут страны с высокой задолженностью. В обоих случаях может произойти коллапс единой европейской валюты. Это точно вызовет повышенный спрос на золото. Прогнозы ведущих экспертов говорят о том, что золото не только не упадет в цене, но и продолжит свой ценовой рост в 2017 году. Настало время истины. Не будь равнодушным. Если ты желаешь стабильности и надежности, пора делать правильные, обдуманные решения. Становись клиентом Global InterGold, интернет-магазина инвестиционных слитков и создай свой золотой запас. Продолжение следует...